Ой, добрый вечер, дорогие друзья. Ты хозяйский, да, солнышко мое? Пришел такой. Саша на крышу пошел белье собирать. И он с ним пошел. Ну, как тебе капли-то? Меньше чешется? Я не знаю, мне кто-то написал, что говорит, пишет, что я своим котом накапнула и год, типа, проблем не знаю. Я боюсь его смотреть. Есть у него там блохи, нету. Ты, солнышко, потом вечером еду получишь. Воды многого. Воду я ему дала, вода чистая. Переедать вредно. Ну, ставим. Спали, 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 спали. Теперь бегом такой. Ноу-тайм, нет времени, уже пять. Побежали скорее. Ну, ладно. Как скажешь. Побежали. Сколько много этих коробочек. Мы одну возьмем обязательно. Все места заняты, говорит. Покупаться очень хочется. А вообще можно было бы и простыню с собой брать, и лежать. Так, у этого, урбан-турбан. Мало народу. Да, да, да. Сода, сода, давай сода. Ага. Плейн. Плейн. Хала. Привет, привет. Ой, что-то у меня сегодня такое сонное настроение. Резкое. Проснулась. Саша хочет на чай пригласить эту семью. Девчонкам косички плетут. Молодцы. И косички умеют. Все умеют. Девчонок, что-то так много, так много этих моих розочек-то. Привет, розочка. Как твои дела? Косички плетешь? Да. Молодец какая. Все захотели? Вся индийская семья захотела косички? Отлично. Отлично. Не, я не хочу. Спасибо, моя хорошая. Спасибо. Спасибо. Давай, моя дорогая, давай. Хорошего вечера тебе. Всем сплели. Всем троим. Сидим с ребятами кукурузку едим. Кукурузку едим, чай пили. Даже не поднялась. Покупалась и сижу, сижу. Ребята завтра уезжают. Когда вы вернулись в Гоа? Нет. Нет. Не знаю. Не знаю. Безусловно. Я приезжаю каждый год. Два-три месяца в Гоа. Он любит Гоа. Но это первый раз. Первый раз для ребенка. А, муж каждый постоянно приезжает. Один. А малыш первый раз приехал. Вот этот вот малыш. Который повернулся спиной. Ну, хоть так посижу. Да, да. Косички предлагает. А вон рисует татухи мейкинг, да? Татушку, что ли, рисует? А наша розочка предложила мне косички. Я говорю, как по-английски? Как ты этим девчонкам предложила косички? Она говорит, Бредди. Или по-английски Чоти. Бредди. А вот эти битсы? Битсы. Мала, ты делаешь в Мала. А, ага. Бусинки, бусинки, понятно. Два линии. Ага. Когда я сплюсь, я чувствую себя очень больно. Сегодня ночью я смотрю, я говорю, «Давай, дай, 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 дай». Суши, говорит, был однажды на Ямайке, и одна женщина тоже подошла к нему, говорит, давай я тебе косички заплету. Он говорит, я не хотел, но она все-таки все равно говорила, и сплела ему пару косичек, и там были бусинки. Он говорит, и ночью мне было тяжело спать, я на утро пошел ее искать, говорю, давай, давай, снимай эту косичку. Я тебя не представляю с косичкой. Давай здесь тебе сплетем косичку. Бирюза? Были красивые, говорит, бусинки, как бирюзового цвета. Ой, я что-то так трудно представляю тебя с косичками. Хотя, в принципе, могу представить. Красивая пара. Очень красивая. Красивая пара. Красивая пара. Красивая пара. Красивая пара. А это наш мальчик в ладу. Да, сегодня среда, но так много индийцев. Ой, как заботливо. Ребенок только ротик открывает. Вот они такие, индийские мамы. И индийские сыновья. Мама объясняет ребенку. Она говорит селебрице. Я получу сейчас 76 тысяч фолловеров. Когда 100 тысяч будет зрителей, тогда и получу я серебряную кнопку. Смотри, какой ребенок, интересно, уже знает про серебряные кнопки. Очень красиво. Какой ребенок? Семь. Семь плюс. Больше семи. А ты будешь в Ютубе. И бабочка прилетела. Ты будешь в Ютубе. У тебя есть свой канал? Он имеет свой канал. Нет, он не имеет свой канал. Нет? Ты должен открыть. Хорошо. Мы знаем, что в Гуаа один человек, он 6 лет. Он открылся. Я думаю, что он должен быть свой канал на Ютубе. Он открылся. Да, и его имя Азангейминг. Азангейминг. Да, сегодня я совсем чего-то заленившись. Они полностью вегетарианцы. Они не едят даже яйца. Друзья, я читаю иногда комментарии, что может быть... Да, может быть, Саши тихонечко ест мясо. Знаете, он просто родился в вегетарианской семье. И вот эти ребята тоже, они говорят, наши религии, даже мы не едим лук и чеснок, их религия, говорит. Ну, это, наверное, кришнаиты. Но, говорит, мы едим лук и чеснок, а мяса никакого. И даже яйца никакие. And milk, milk. Milk, milk, молоко они пьют. Not vegan. Не vegan. And baby also. No problem here without meat. У ребенка тоже, конечно, никаких проблем без мяса, потому что... Почему должны быть проблемы? He doesn't like to touch egg also. Он даже не... Ребенок даже не любит дотрагиваться до яиц. Мы просто и сказали, что, если что, завтра утром можем позавтракать вместе в Lama Bakery, если есть омлет, они говорят, мы не едим омлеты. Ну, в Индии вообще было 80% всей семьи вегетарианцев, и в этом ничего такого нет удивительного. Вполне они хорошо себе выживают без мяса. тем более... Столько всего другого. Белок можно получить в... Дала, бобовые. Все хорошо, пошел в бизнес. Немножко продал орешков. Очень красивый сегодня вечер. Я просто сегодня, друзья, вот как раз несколько этих комментариев прочитала, что обсуждали Саши. Ну, а чего ему скрывать? Когда он в Японии, по-моему, он там пробовал рыбу, все такое. Когда вырос, уже сам стал выбирать, чем ему питаться. Он же в баре работал. Ну, и пробовал всякое. В принципе, это ему не надо, тем более, если всю жизнь... Вот знаете, у меня, например, такое. Я не могу даже, вот как он говорит, не может видеть и дотрагиваться до яиц. Я не могу селедку вот так не видеть, не нюхать, не мыть посуду после нее, не трогать, не есть. Вот прямо не могу. У меня на... Это что-то такое прямо идет. Такое отвращение. Вот, когда все говорили, ой, селедка под шубой, селедка под шубой. Мой сын просил приготовить еледку под шубой, а я не могла. Подруга приходила там, и она говорила, давай я сережки хотя бы приготовлю, пусть лежит. А я не могла сама готовить. И я их понимаю. Я их понимаю. Так что, друзья, знаете, если бы он ел мясо, если бы мы там втихаря ели курицу, я бы не скрывала. Я бы рассказала, чего тут такого. Поэтому ничего такого нет. Я рассказываю нашу жизнь и вполне себе искренне, откровенно. Ну, давай, посвяти-ка. Посвяти-ка сюда. Сделай сюда. Make on the table. Ну, вот так вот. Ах, какая красота, да? Прямо вообще. Ребенок хочет такую ручку. У меня сын тоже, когда мы сюда здесь с ним были, на Рамболе, он тоже такую ручку захотел. Так-то они недорогие, но когда иностранец вдруг захочет, то они там какую-то цену такую заряжают. Вполне себе интересную. И там батарейка внутри, батарейка. Вот он раскрутил ее. 650, 650 рупий стоит. Ну, 99 долларов. Сколько, говорит Даша? Он говорит, 150. За 150 он хочет. За 150, говорит, только батарейки, говорит. Ну, а нам вообще, по-моему, с Сережкой тогда, не знаю. Я не помню, сколько. Помню, что как-то что-то многое зарядили. Нет, что-то не сговорились они. 150 не сговорились. Ой, как там красиво, красиво все это светится. Сити из Биг? Нет. А, понятно. Она говорит, они завтра уезжают? Она скучает по семье. Они завтра уезжают с ребенком, а муж остается еще на 10 дней. Она говорит, не очень любит Гуа. Она любит сити жизни, и она любит моллы. Вот такая вот городская девочка. А здесь ей не понравилось. А здесь ей кажется, как деревня такая. Вот, а ему нравится. Он часто тут даже один приезжает. Вот так вот даже среди индийцев такие бывают. Вот разногласия. Ну, в смысле, эту семью-то, конечно, не разделила, но... Приоритеты. Тем более у нее там семья, родители. Свои родители тоже в твоей городе? Мама, папа? Да. В твоей городе? 80 километров. 80 километров. С同じ город. Ага, от ее дома. И у тебя тоже? А, они живут с его родителями. А, они живут с его родителями. А, у нее, значит, после свадьбы она, естественно, поменяла фамилию. Эрэндж-мерридж. Это сейчас популярная в Индии. Эрэндж-мерридж. 50%. Сейчас очень много людей уже по любви женятся, но до сих пор еще очень много эрэндж-мерридж по договору. Просто находят семьи, мальчику, жену, девочке, мужа. Ну, красивая пара. Такое впечатление, что у них как бы они по любви поженились. Вот произошла любовь позже. Я не представляю, мне кажется, это так страшно. Не знаешь человека, а тебе говорят, все, теперь все, оставшуюся жизнь, живи с ним. Пока-пока, we're going home. Home-home, sweet home. А, вы тоже идете домой? Very lovely. Thank you, thank you. After 12, we are in the room. Okay, after 12? Okay. Ну вот, друзья. See you later. See you later. Bye, bye. Nice family. Приятная семья такая. Воду питьевую. Коробки. Ты моя хозяюшка. Коробочки маме собирает. Правильно. Маме нужны коробочки. А вот эта-то какая прямо? Это не коробочка, а мечта. Мечта. Блин, барахольщика. Моя мечта. Все, друзья, у меня будет такой шкаф, много-много полочек, отделений всяческих. Да. Их хорошо. Давай возьмем, ага. Возьмем сок. А выбор-то здесь большой. Знаете, я думала только... Манго, да? Корн, что он любит. Я думала только эти кинг-фишеры здесь. А обезьянок-то много оказывается. Посмотрите-ка. Вот этих вот. Я только кинг-фишер знаю. Сода? Не-не-не. Смол, смол. Маленькие. А вон их много обезьянок, видите? А вот еще какое-то. Не знаю, если мы пьем пиво, то пьем просто кинг-фишеры обычные. Обычные, совершенно обычные. Даже вот не стронг, что вот этот вот. В железных баночках. Я его не вижу здесь. Там, наверное, для них отдельный, что ли, холодильник. Так, I take... Возьму водичку. Я пошла. Ага. I will take one more box, окей? Я хочу. Я потом им верну, если мне не понравится. Пока... Не сайт был, не сайт был. Ну, проблем. Это not trash. Мне все надо. Я бы даже две взяла. Пока не знаю, зачем. Но надо, друзья, надо. Так мне нравится, когда у меня есть коробочки. Голодное детство, деревянные игрушки, понимаете? Все из детства. Все коробочки. Киска пришла. Кэт Камин. Нет, да, да. Давай, давай. Нет, нет. Не давай, давай. First I give her milk. First I give her milk. First I give her milk. Вначале коту молочка, а потом... Двум котам молочка. Нет, ребят, давайте вы сюда не заходите. Not inside. Not inside, да. Папа прав. Not inside. Сейчас я вам обоим молочка принесу. Здорово, не разница. Идите, идите туда. Вот там стойте. Вот там, там. Мама Камин, да. Такой хороший запах. Darling, it was very good. Good smell of incense. Да. Такие палочки мне так понравились этого. Рама Кришны. Вообще, я вчера их весь вечер тут жгла. То такой, то такой, то такой. Лаванда понравилась. Вообще все понравились. Они дорогие, но в принципе они того стоят. Их теперь двое. Придется теперь мне одну тарелку еще выделить. Выделить для это. Для них у меня всего было две вот таких вот мисочки. Ой, ой, ой. Ладно, подарю им тарелочку. Я не знаю, ребята. Пойдемте. Я не знаю, чем вас кормить. Сегодня я хочу попробовать без вискоса обойтись. Мне не нравятся ваши это привязанности к плохим привычкам. Пошли-ка. Пойдемте-ка, пойдемте-ка оба. Не бросайтесь под ноги-то. Дайте пройти. Пойдем, пойдем, пойдем. Ребят, ну хлопнусь и останетесь без молока. Ладно. Ладно, хоть это. Меня, меня вам все равно. А без молока остаться нормально едят. Я булочку покрошила, молочка дала. Все хорошо. Очень даже хорошо едят. Все отлично. Я рада. Все, друзья. Счастья, здоровья, добра и процветания вам. Гармония. Всего самого наилучшего. Любви вашим семьям. Как мне эта семья понравилась. Особенно то, что у них. Да, I gave, I gave them. Now I can give папа ням-ням.